Продолжение следует... Мы определили. Но при этом в одном из пунктов этого закона мы все-таки оставляем право до выполнения закона реабилитации репрессивных народов, там территориальная реабилитация тоже должна быть, репрессивных народов и политическим путем. То есть мы это право оставляем, потому что ни я, ни кто-либо другой не имеет права таких решений делать. Парламент принял такое решение и оно все заложено в закон. Но это не должно настораживать людей. Для простого человека важно, чтобы жить совершенно не замечая ни границы, ни национальности, ни какие-то другие вещи. На сегодняшний день мы, конечно, видим проблемы. Проблема, главная проблема это возвращение беженцев в свои дома, их обустройство. Опять же подчеркиваю, та динамика взаимодействия, которая сегодня складывается между мной и руководством Северной Осетии, позволяет делать выводы, что... И позитивные вещи, которые сейчас происходят, они позволяют сделать вывод, что мы все-таки решим эту главную задачу, это главное, люди вернутся в свои дома, все... Опять же подчеркиваю, все, кто хотят, никто насильный туда не будет заводить людей. Это бесспорно, я не смогу этого сделать. Но ворота двери открыты, пожалуйста, кто хочет приезжайте, живите, кто не хочет, оставайтесь в Ингушетии. И в последующем, конечно, в классическом варианте, без всяких постов, без всяких там... Вот как мы жили раньше, до вот этого, до 92-го года, вернуться надо в классическом варианте, и не доминировать ни над кем. Ни Ингуши над Осетином, ни Осетин над Ингушами. И те Ингуши, которые живут в Северной Осетии и Алании, они должны прекрасно понимать, где они живут. Да, и выполнять те требования, которые там в рамках Российской Федерации есть на территории Северной Осетии. И такое же отношение к Осетинам, которые будут находиться на территории Ингушетии. То есть, опять же, все в рамках закона Российской Федерации. Ну, надеюсь, мы там и программы есть, социально-экономическое развитие, пригородное, на местах компактного проживания. Из Ингуши и Осетинской национальности на территории Северной Осетии. Мы вместе, там, правительство Северной Осетии с нами согласовывали эту программу. И я думаю, что эта программа будет принята для того, чтобы создать и рабочие места, в местах компактного проживания, и инфраструктуру. Почему? Потому что она сильно разрушена. Есть другие наши соглашения, которые подписаны с руководством Ингушетии и Северной Осетии. Молодежные мероприятия, в том, что у нас проходит там. По всем направлениям общественные организации проходят мероприятия. Опять же, подчеркиваю, такие действия, которые недавно там взрывы террориста-смертника, который там на посту взорвался, и другие явления, которые происходят. Эти вещи не должны мешать сближению. Я созванивался после этого теракта, и с тем, когда мы разговаривали, мы пришли к выводу, если мы на правильном пути, значит, эти вещи будут происходить. Эти вещи будут происходить. А если мы будем в клинче, сами будем нагнетать обстановку и будем создавать, то тем организаторам этих терактов и не надо этого делать. Они-то сейчас этим терактом и хотят опять стравить народы целые. Поэтому, конечно, мы должны быть очень осторожными к этим вещам и максимально стремиться, чтобы не поддаваться на провокацию. Но при этом не снимать от себя ответственности за тех мерзавцев, которые, послушая чужого дядю, едут где-то взрываться и что-то делать. Будут и наказаны, и сейчас эти мероприятия проводятся в тесном взаимодействии органов правопорядка Ингушетии и Северной Осетии. Проводят мероприятия и на территории Ингушетии, и на территории Северной Осетии по выявлению и наказанию тех лиц, которые совершают эти злодеяния. Ну, дай Бог, чтобы... Да, но она так и будет. Другого варианта у нас и не должно быть. Юнусбек Бангеревич, в конце этого года вроде как должны принять программу развития СКФО. Какое место в этом документе отводится Ингушетии? И как вы в целом могли бы охарактеризовать эту программу по отношению ко всему Северному Кавказу? Знаете, эти же программы принимаются для обывателя других регионов России. Кажется, что Кавказу все сдают, а нам ничего. Ну, только взять, что АТС на Дальнем Востоке было задействовано и на инфраструктуру не только Владивостока, а вообще Дальнего Востока было задействовано порядка 600 миллиардов рублей. И никому не должно быть обидно это. Почему? Потому что это же наша страна, наш регион, российский регион. И, конечно, когда вкладывают такие деньги, когда реализуют такие масштабные мировые проекты, у меня гордость, например, мост на остров Русский. Все ездили раньше за границу смотреть такие мосты в виде качества туристов, а сейчас можно ехать в Владивосток и увидеть это чудо уже у себя. Или же та же дорога, которая там на Дальний Восток, которую Советский Союз не мог осилить, а Россия современно осилила эту дорогу. Да, можно думать, где-то ямы есть, где-то там некачественные, но это бесспорно, брак всегда будет. Но сам факт, стратегия, задача выполнена. Вот то же самое сейчас по Северному Кавказу в том числе. И такие же программы принимаются и будут приниматься по другим регионам, по другим округам в том числе. И Северный Кавказ не может быть исключением от этого. Мы, Республика Ингушет, хорошо представили. Во-первых, мой самый остальный регион по ряду причин среди Северных Кавказских, я вам даже пример простой приведу, если объектов культуры, я сейчас боюсь ошибиться, в соседних регионах порядка от 150 и выше, то в Республике Ингушет их аж целых 17 всего объектов культуры. В Республике Ингушет нет ни одного дворца спорта, ни одного даже, не то что ледового дворца, а ледового катка нет. И дворца культуры нет, Республиканского там, драмтеатра нет, нет дома печати, нет много-много чего нет, чего есть у других субъектов, где в советское время она хотя бы была, база была какая-то. И, конечно, мы, исходя из этого, и предлагали свою программу. При реализации этой программы, стратегии для Ингушетии в том числе, мы выходим и на школы, почти 100% охват в одну смену, а у нас сегодня в три смены и где-то 70% школ в две смены. Это и большинство школ в приспособленных помещениях, бывших казармах, конюшнях и все остальное. Там даже 1898 года даже помещение есть. По детским садикам выходим на хороший уровень, опять же, обеспеченных детей. Под спортивным, то есть мы по всем направлениям, в том числе и по экономически важным объектам, выходим на тот уровень, когда мы выходим на одинаковую стартовую позицию с другим регионом, даже своего региона Северного Кавказа. Вот мы хорошо представлены и надеемся, что эта программа будет принята и мы будем ее реализовывать. Я часто слышу в поездках, везде просто от простых даже людей, не говорят же там в прессе то, что расписывают. Как-то людей коробит, что вот Северного Кавказа поедаются деньги. Ну да, многие политические действия отметились с этими высказываниями. Да, и здесь надо показывать, во-первых, когда говорят, что воруют, просто я не знаю, какие только мы работы в республике не проводим, мы выявляем коррупцию и в различных жилищных сертикватах, и в пенсионном фонде, и в других направлениях. Мы над этим работаем. Не без этого. Глупо говорить, что это нефть. Но это везде так происходит. Но опять же, мы не сидим, сложа руки. Но опять же, повторяю, наш бюджет республики, 15-16 миллиардов с учетом года года, это те средства, которые в своем большинстве идут на зарплату, оттуда начали. Целевые деньги. Там ничего не украдешь. Если там не будешь только просить того, кому даешь зарплату, дать еще откат какой-то. Но этого нет. Это бред полный. Да, есть факты, связанные с мошенничеством в различных строительных направлениях, где выполняются какие-то программы. Но опять же, это не тот уровень, не та сумма, про которую можно говорить, что воруют или масштабно воруют. Этого, конечно, я, например, по крайней мере, в республике Негушетия этого не наблюдаю. И мы довольно серьезно весь правоохранительный блок в этом направлении работаем. Но это тоже будет говорить, и нам надо быть к этому готовыми. Но при этом я повторяю еще раз. В масштабах Северного Кавказа этот проект очень нужен, очень необходим. Тем более, довольно солидную сумму мы вкладываем в имидж за счет создания рабочих мест, регионов. Имидж самих субъектов Северного Кавказа. Какую роль вы отводите СМИ в процессе возрождения Северного Кавказа? Ну, наверное, одно из первых. Как СМИ поведут себя, так, наверное, и будет. Почему в голову людям вкладывается же... Я только что читал обзор прессы, даже уволенного за мошенничество, за коррупцию человека. Если через полгода люди уже забыли, что это был, начинается СМИ транжирить, как он был хороший, богобоязный человек. Но это вызывает только смех у меня. Почему? Потому что я знаю, что это был за человек. А у простых-то людей это вызывает, правда, такое сочувствие. Я не думаю, правда, он был таким. Наши народы не только ингуши, а вообще в России люди быстро отходчивые. Посмотрите, кто сегодня в оппозиции, даже в российской оппозиции. Кто был немцом в свое время? Верните пленку, прокрутите назад. Кем он был? Первый лоббист, который там лоббировал свое производство в Волк, который нанес экономический ущерб в стране, довольно такой серьезный ущерб. Своими этими пользуются тем, что он занимал пост зампредседателя правительства России. И он за счет этого пролоббировал. И сегодня он один из таких ярых, который там выступает с трибун. Люди забыли, кто он был вообще. А тогда все его команду проклинали. Все. Почему? Потому что голод был страшный. Все было по талонам. Все было плохо. И этот человек сегодня выскочил. Я не то, что его там, как человек, может, он нехороший. Но как политика он не художественный, если он так себя ведет. Но, опять же, он сегодня выскочил и обвиняет или критикует сегодняшнюю власть. Вот он-то уже точно не имеет. И он, и те, кто был у власти, как это какое-то время, не имеет никакого ни морального, ни политического, никакого другого права вот так выступать. Поэтому все зависит от СМИ, как СМИ будет преподносить. Это одна тема. И второе, вы же понимаете прекрасно, что так устроена страна у нас, что реально чиновнику, даже если он полностью в оболожке золотой, чистый, аккуратный, и над ним будет там такое освящение, божий дарь, и Всевышний сверху всем скажет, этот чиновник, он честный. Люди все равно не будут верить. Почему? Потому что он чиновник. Все. Иначе он должен быть вор, проходимец. И вот только нечестный. И это тоже по средствам СМИ вкладывается в голову людей. Поэтому, конечно, здесь надо больше упор делать на идеологию средств массовой информации, которые должны... Во-первых, надо все-таки уходить от чиновника плохого, а приходить к чиновнику хорошему. Но надо менять имидж. Вытаскивать, да, имидж надо менять, вытаскивать их, показывать их и создавать условия. Поэтому я отложу такую, наверное, главную роль средств массовой информации, любых проявлений, печатных, видео, неважно. Средств массовой информации в самой идеологии создания имиджа.